Приветствую вас. Я думаю, что для начала нужно установить природу гнева, который вы испытываетесь. Что значит установить природу гнева? Дело в том, что гнев может быть вызван как физиологическими особенностями. Так и психологически. Если особенности физиологические, то эти данные особенности просто скорректируются, просто устраняются и всё. Никаких проблем больше не возникает. Если же ситуация складывается так, что причины гнева являются исключительно, так сказать, психологическими, вот, то в таком случае речь идёт о том, чтобы раскрыть именно основание для гнева. То есть увидеть основы гнева, увидеть основание гнева, как и почему, собственно, гнев вообще появился, как и почему гнев, соответственно, развился у вас. Вот, и что за ним, за гневом, что стоит. Это очень важная история, потому что гнев просто так не бывает. Зачастую неконтролируемый гнев характеризуется как агрессия. Я не буду сейчас уходить куда-то вот глубоко в термины, да. Я просто вам вот хочу вот это сказать, что зачастую гнев характеризуется как агрессия. Агрессия это защита, как и гнев, это защита, это защитный механизм. Это означает, что если вы чувствуете гнев, то вы в чём-то видите свою уязвимость. И на мой взгляд, на мой взгляд, именно с этой уязвимостью вам необходимо взаимодействовать в том числе, в том числе. И только раскрыв уязвимость, только раскрыв моменты, которые вводят вас в состояние уязвимости, что и прощает гнев. Только изменив ваше восприятие данной истории и данной ситуации, можно будет говорить и утверждать о том, как вам дальше с этим взаимодействовать. Я уверен, что дав выход своему гневу, имея возможность дать выход своему гневу, в том числе и с психологом, в том числе и со специалистом. Имея такую возможность, вы перестанете испытывать потребность в том, чтобы с ним бороться. Любая борьба с гневом, любая борьба с гневом, на мой взгляд, является деструктивной. В первую очередь, по отношению к самому человеку, то есть к вам. По той простой причине, что подавляется сам человек. Мне бы не хотелось, чтобы это была ваша история, мне бы не хотелось, чтобы это были и вы. Поэтому, поэтому я и говорю о том, что гнев нужно раскрывать, а не правда. Таково моё мнение на это всё. Моё мнение как профессионал, конечно же. Я думаю так, я думаю примерно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Я не скажу, что я удивлён вашим вопросом. Потому что, ну, на мой взгляд, это ситуация, когда человек ищет возможность подавить гнев, она вполне себе естественная. Вот, там ещё люди склонны подавлять свои чувства. Но именно из-за того, что вы хотите подавить свои эмоции, именно из-за того, что вы хотите подавить свой гнев, именно из-за этого возникает та самая проблема. Вот. Проблема гнева, тем больше вы хотите его подавить, тем больше он даёт особо знания. Я думаю так можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.